Всем привет, с вами Мимико, и я продолжаю проходить МАРТ и Эстет, и это продолжение предыдущего выпуска, потому что день все никак не кончался, заданий было много, и здесь еще надофига времени, как вы видите, и маленький такой небольшой спойлер, но день так и не закончится в конце этого выпуска, но может быть я буквально совсем чуть-чуть до него не дойду. Так вот, собственно, я в который раз предупреждаю, что в этой игре очень много жести, и конкретно в этом выпуске будет прям ее, ну, очень большое количество, поэтому смотрите на свой страх и риск, и пожалейте свои нервы, если вы чувствительны к такому, поэтому наслаждайтесь, приятного просмотра. Мне нравятся новые гробы, их как раз два. Интересно, кто выживет из этой семьи. Так. Окей. Жесткая. Абсолютно заметная штука. О, ключ. Окей, допустим. Хватит, я не могу больше делать вид, что ничего не произошло. Не могу притворяться, что эти чертовы нацисты не убивали мою семью. Мою дочь даже не похоронили, мне пришлось хоронить вместо нее эту полукровку. Итальянская семья, которая сошлась с этими проклятыми немцами. Ублюдки. Вот кто они. Что же мне теперь делать? Я покончу со всем этим, и обязательно заберу с собой парочку немцев. Вы больше не увидите меня, но обязательно услышите обо мне. Слава сопротивлению. Вива Италия. А там было написано то ли Альберта, то ли еще чего-то. Каждая выбирает стороны. Я выбрала свою семью, но не уверена, что это правильно. Инструкция по использованию телефонного аппарата. Допустим, вам нужно набрать номер 0573. Поднимите трубку, поднесите ее к уху. Вы услышите непрерывный гудок. Поместите свой указательный палец в отверстие с цифрой 0. Поверните диск по часовой стрелке до остановки. Дайте ему свободно вернуться в исходное положение. Повторите перечисленные шаги для цифр 573. Ну, это забавно сейчас инструкции давать. Нет, ну я тут хотя бы, знаете, игра вас не вынуждает реально знать, как им правильно пользоваться. Но, блин, телефоны это мое детство. Они у нас и были. Еще было забавно, какого-нибудь соседа внезапно услышать. Когда берешь трубку и чужой разговор услышать, это да, такое бывало. В чем-то не знаешь кого, но ты даже мог ворваться в этот разговор. Это я имею в виду, если что, реально соседа. То есть это не в твоей квартире, не по твоему, не по твоей линии. А вот реально где-то вообще в другом месте человек находится в доме. Ну, я не знаю точно, как оно работает. Наверное, все-таки это какая-то единая линия. Понятно, почему мы боялись этого места в детстве. Здесь все очень жутко. Ну, кстати, вполне уютно, я скажу. Вполне себе уютно. Ну, не комфортно, но учитывая свечи... Кстати, мне интересно, кто их постоянно зажигает. Ой, лол, смотрите, там какой зал. Так, какой-то алтарь. Картины. Наверное, смотритель постоянно ходит и зажигает свечи. А что это такое? Тоже для свечей, наверное. Как их называют? Господи, подсвечники. Или, может, это просто потому, что недавно похороны были, поэтому за этим пока что еще следят. Удивительно, что врачи не провели никакое вскрытие и так далее. Ва! Треснет же. Пусть Бог простит меня за то, что я собираюсь сделать, а еще я молюсь, чтобы ты, Марта, простил у меня. Так, понятно. Ясно, понятно. Ребята, если что, сейчас, скорее всего, будет расчлененка. И немного эротики. Блин, прям этими ножницами. Ладно, она мертва. Как неаккуратно. Блин, надо мышкой еще шевелить каждый раз. Ну, кстати, когда графика в ноль выкручена, это уже не настолько жутко. А она матку, что ли, тоже прорезала? Ё-моё, это кто? Двуголовый? Это оказалось правдой. Марта была беременна. Беременна. Обезображенным плодом с двумя головами. Близнецы. Нам часто повторяли, что это наследственное. Это потрясло меня еще сильнее. Я никогда прежде такого не делала. Не знаю, какая сила управляла мной. Я не могла остановиться. Я решила сфотографировать этот ужас, чтобы доказать маме и всем остальным. Но зачем? Ну, вот, кстати, да, типа, что в итоге тебе это даст? Психбольницу вряд ли ты избежишь. Так, что, надо отойти немножко. Слишком далеко. Может, вот так тогда? Допустим. Размытая. Во мне так наоборот, да хрена какой четкая. Окей. Хватит, я больше не буду издеваться над тобой. Я вернусь, чтобы привести тебя в порядок. Останусь и буду заботиться о тебе. Мы много времени проведем вместе. Я люблю тебя, Марта. А вообще, сколько она так должна храниться? То есть здесь как-то... Ну, я вижу вот туда, наверное, да? Потом в итоге затолкают этот гроб и так далее. Я не знаю. Я не знаю. Темно стало, кстати, прям. И... А, вот сюда. Доктор, я должна поблагодарить вас за помощь. Не знаю, что бы я без вас делала. Даже наш дорогой донат Силио, кажется, не осознает происходящего. Ирена, пожалуйста, задумайтесь о том, чтобы уехать из Италии, как предлагает ваш муж. Так будет лучше для всех, особенно для девочки. Я боюсь, что лучше ей уже не будет. Ее отец не хочет с этим мириться. Но я считаю, что все надежды уже давно иссякли. Соглашусь, но в специализированных клиниках Германии есть куда более эффективные методы лечения. Психиатрическая больница – это лишь временное решение, чтобы она не наделала глупостей. Но это ужасное место. Вы и сами это знаете. Вы же не можете ждать подобного для своей дочери. Конечно же нет. Но что еще я могу? Она опасна для себя и для всех окружающих. Один из пистолетов Эрико пропал. Наверняка это она его взяла. Кто же еще? Мне очень страшно, доктор. Я больше не в силу ждать. Вы же знаете, что думают об итальянцах в Германии. Но вы будете с Эрихом, почти нам генералом. Все будут относиться к вам с уважением. Эта чертова девчонка. Где она может быть? Буду надеяться, что она больше ничего не выкинет. Я буду ждать ее здесь в погребе. Рано или поздно она наверняка пойдет в проявочную. Я бы с радостью остался присмотрел за ней, но, увы, я должен спешить в город, чтобы уладить дела касательно ее госпитализации. Спасибо, доктор. Не беспокойтесь. Увидимся позже. Ну, кстати, шла все это время она сама. Ой! Видели? Вообще ни хрена. Так, ладно, наши кровавые ручки. Подождем, пока эта локация прогрузится хоть чуть-чуть. Вот, спасибо. Сана спит. Нужно этим воспользоваться. Я заставлю ее говорить. Она испугается и все расскажет. Думает, что меня можно заставить молчать, просто назвав сумасшедшей. Но я втайне от нее все запишу на пленку. Все узнают, что ты сотворила с собственной дочерью. Так, ты хочешь, чтобы я что? Сейчас фоткаем маму. Пожалуй, так и сделаем. Почему нельзя всегда просто разговаривать, я не понимаю. Даже если сначала в проявочную пойдем? Если я буду сильно сшуметь, то разбужу ее. А, ты хотела запустить запись. Теперь я разбужу ее, и она признается, можете не сомневаться. А? Доченька, что ты делаешь? Зачем ты хочешь сломать свою жизнь? Мне так жаль, это не я только что застрелила маму. Это не я. Боже, что я натворила? Она вынудила меня, она убила Марту. Но кто мне теперь поверит? Они отправят меня всех в больницу. Эти пленки – единственная надежда. Зачем ты ее убила? Ну, мы этим хотя бы не управляли, то есть это так и должно было произойти. О, комната. Так вот, у кого были ключи от моей детской. Могла бы догадаться. Суровый метод получения ключей от детской. Прямо на нас снаряд, что ли, бросили? Вон, бог, рано или поздно бомбы начнут падать и здесь, и тогда всему наступит конец. Проходите электричество, отключение. Теперь не получится проявить пленку. Так, а что делать с этим? Так, пленка. Мам, подвали, я точно не хочу без света. Мне ни один снимок не проявить. Моя счастливая комната. Сейчас записку. Проявить фотографию плода. А как свет-то включить? Тут не написано. Может, где-то снаружи. Или здесь? Или, может, я что-то невнимательно посмотрела? Ладно, попробуем пройти в свою комнату тогда. По крайней мере, у меня есть ключи от бывшей комнаты, но почему она вообще была заперта? Так, это нам читать не надо. Сейчас как бы ночь. Наконец-то я могу войти в свою комнату. Я как будто снова вернулась с детства. Я играла с марионетками, устраивая представления по событиям в своей жизни. Я хочу повторить это снова, чтобы очистить свой разум. Перед каждым кукольным спектаклем всегда была легенда о Белой Даме, иначе все мои постановки ничего не стоили. Согласно древней легенде, в здешних озерах обитает дух юной девушки, которая убила ее возлюбленной. Ночное свидание с возлюбленным у озера. Столько надежды и мечтаний, но ее ждала смерть, а не любовь. Посмотреть на луну? Зоу, какая прекрасная луна. Мой любимый еще не пришел, я подожду. Наконец-то здесь. Что происходит? Почему ты ведешь себя так странно? Ты изменяла мне? Чего? Изменяла мне, и я знаю, что ты становилась другим. Изменяла мне? Я бы никогда так не поступила. Я люблю тебя. И он ее убивает? Я слишком сильно люблю тебя. Мысль о том, что ты можешь быть строгим, сводит меня с ума. Поэтому ты должна умереть. Что я тебе сделала? Тут как-то с полом странно. В отчаянии мужчина признался, что убил ее из ревности. Отпеть. Повесить. Повесить. Они везде ее искали, но так и не нашли тело. С тех самых пор ее дух, который ее называют белой дамой, то и дело обрывает жизни юных девушек. Когда что-нибудь напоминает ей о том печальном дне. Мыть. А, вон она, слева была. Схватить. Помогите, помогите мне. Теперь можно начинать. Сначала давайте разберемся, что случилось в ночь на проклятое, 16 июля. Говорят, война скоро закончится. Папа говорит, мы проиграем. Что же будет, если это случится? Они отберут у нас все. Мы уедем в Германию? Боюсь, что да. Первое. Пойдешь со мной завтра на озеро. Второе. Ты вчера видела лапу? Давайте второе. Ты вчера видела лапу? Первое. Почему ты спросила об этом? Второе. Нет. Нет. Давайте первое. Я видела, как он выходил из амбара. Разве тебя там не было? Нет. Пойдешь со мной завтра на озеро? Поговорить. Первое. Я хочу купаться, я хочу пофотографировать. Я хочу пофотографировать. Я хочу пофотографировать. Что если мама узнает? А что такого в этом, что мама узнает? Я не понимаю. Давай выйдем на рассвете. Мама все равно будет крепко спать. Ты знаешь, что она принимает лекарства? Какое четкое управление имеет теми кистями рук. А ты правда проснешься на рассвете? Вы разбуди меня. Поменяемся кроватями, как в детстве? Конечно, отличная идея. Спать. И эту спать отправляем. Такой одинаковый зевок. Так, ну ладно. Хотя бы сразу же к узеру. Да, все было именно так. Тем утром Марта отправилась к узеру, выдав себя за меня, чтобы рассказать о своей беременности. Она знала, что мама пойдет за ней. Теперь можно лишь догадываться, что произошло, когда они встретились у озера. Не, ну вы знаете, это прикольная штука, да? Но все-таки мы уже это все поняли за время игры. То есть, почему бы это мне делать из этого мини-вставки на протяжении всех наших догадок на протяжении всей игры? Не знаю. Так, первое поговорить, второе раздеться и взять нож. Это поговорим. Первое привет, мама, и второе что-то хочет от меня. Что-то хочет от меня. Так, поговорить. Раздевайся, я хочу видеть твой позор, и как ты смеешь со мной так разговаривать? Давайте первое. Раздеться. Господи, не едите рабы какие-то перед матерью. То есть, ты была... То есть, ты беременна, твоя сестра была права и взять трость. Давайте поговорим сначала. Первое, ну, по крайней мере, мне бы было весело, и второе искупаться. Давайте искупаемся. Первое, вылезай из воды. Второе, раздеться, окунуться в воду. И третье, взять трость. Раздеться, окунуться в воду. Это так странно. Типа, мы сейчас управляем той историей, которая действительно могла произойти. А может быть, все произошло немножко иначе. Утопить Марту. О, господи. Жесть. Этого точно не было. Марта Налабул был шрам, откуда он взялся. То есть, мы еще должны правильно угадать. Ну, ладно. Ладно. Взять нож. Взять трость. Поговорить. Ты хочешь делать мне больно, мама? Использовать нож. Использовать трость. Да, эта версия заслуживает дарверия. Господи, давайте такая оставим. Просто продолжим. Да. Да. Пускай такая версия и будет. Я никогда не узнал инверика, но кажется, у меня есть идея. И в завершении всего я застрелила свою мать. Нет, нет. Я не стреляла. Что случилось на самом деле? Это все в моей голове, но я не могу вспомнить. Я знаю, что смогу. Может быть, и сестры-то никакой не было? Так. Убрать пистолет. Маленькая ручка. Маленькая ножка. Еще одна маленькая ручка. Еще одна маленькая ножка. Ой, смотри, осталась только голова. Взять тряпку. Она психикой, у нее явно проблемы. То есть ты хочешь разделать ее тело, убраться. Но это нереально. Ты не скроешь. Убраться. Копать. Копать. Моя сцена на все случаи жизни. Бросить труп. Бросить труп. Взять голову мамы. Я была под мостом, но это была лишь игра. Однако это не игра. Я просто играла. Это просто плохая шутка. Под мостом. Церковь. Город. Говорите. Белая дама. Я просто играла. Я просто играла. Трэш. Смотрите, город в огне. Я просто играла. И здесь вот горит. Ладно, а куда нам нужно маму оттащить? Это не игра. Избавиться от головы. Посмотреть на карту. То есть туда, где кладбище. Окей. О май гад. Бедный отец. Тут у него это, дочка немножко плохо себя чувствует. Так. Слегка, знаете. Чуть-чуть-чуть. Плохонько ей. Так. Наоборот, туда? Или нет? Стойте. Я пробежала мост. Вот же он. Мне надо сюда. Она уже все отнесла нахрен. И шесть. Так, а что ты еще хочешь? Все? Или что-то там еще у тебя дальше под этим мостом? Мы просто здесь не были. Так, еще один скин для фотоаппарата подобрали. Который нам, понятное дело, не нужен. Электричество вернулось, теперь я могу посмотреть пленку найти, что еще. Окей. Ну, вообще, без капельки крови она это сделала, перенесла. Руку бы помыть немножко. Будто бы ничего и не было, да? Я поделила. Угу. Угу. Давайте мать проявим. Блин, не видно ни хрена. Да? Наверное, как-то так. Чуть-чуть кривовато, но здесь свет такой, что ни хрена реально не видно практически. Ну, мать у нас правда была. Так, следующие. Буду пропускать, потому что это все очень долго. Так, нам нужно вот эту фотку проявить. Как-то так, да? Так. Это нам надо. Изображение вышло отлично, можно рассмотреть каждую деталь. Еще несколько кадров? Так. Вот это что мы фоткаем? Опа! Вот это нам надо. Лучше видно, кстати, стало, да? Причем нам не дают уже это пропустить. То есть это вот надо именно так. Чтобы оно было. Что-то шумит. Сейчас мать придет, наверное. Боже мой, так это вот на самом деле. Я убила свою сестру и сделала все, чтобы скрыть правду. Потом я убила свою мать, чтобы избавиться от чувства вины. Но она была ужасная, она заслужила это. Боже, во что я превратилась? Я больше не достойна жизни. Быть может, я вижу ее вновь и смогу попрощать прощение. Но даже если после моей смерти ничего нет, я хотя бы освобожусь от этих мучений. Знаю, что это неправильно, но я больше так не могу. Я инстинктивно выстрелила в этого солдата и попала прямо в голову. Это была плохая идея. Он явно пришел не один. Когда остальные вошли, я закрыла глаза. Я услышала шум, а затем почувствовала резкую боль в животе. Они пинали меня, один из них чутно пытался убедить себя, что лежащий на земле солдат еще жив. Они били меня по ребрам, спине и животу. Я не могла дышать и чувствовала, что меня скоро вырвет. Их приказали посадить меня в кресло. И связали так крепко, что я не чувствовала ни рук, ни ног. На соседнем стуле сидел мой отец. Он дышал, но, похоже, был без сознания. Главный начал задавать мне вопросы. Он продолжал бить меня по лицу и голове. И какой-то короткой тростью. Это было настолько жестоко, что мне казалось, что мой череп вот-вот треснет. Я чувствовала во рту вкус крови и сломанные зубы. И я водила по зубам языком, думая о том, что никогда больше не смогу улыбаться. Не самая разумная мысль, но от этого не менее болезненная. Кусок моей верхней губы оторвался и свисал. Нижней губой и языком я по глупости пыталась вернуть его на место. Но оставила эту затею. Они вынудили меня признаться, что мой отец правда совершил все это, когда служил в немецкой армии. Конечно, я об этом ничего не знала и пыталась объяснить, но все эти удары... Я бы сделала все, что потребуется, лишь бы остановить их. Все, что потребуется. И после того, как я рассказала им то, что они хотели услышать, генерал сказал, всего два шлепка, и ты сдала своего отца, немецкая шлюха. Потом он приказал казнить моего отца. Это не заняло мгновение. Отец даже не дернулся. Он указал на одного из солдат, а затем на меня. Настало мое время. Все вышли, кроме солдата, получившего неприятный приказ избавиться от меня. Я хотела умереть, но не так. Меня охватил ужас. Я почти слышала, как мое тело испражняется. Пистолет был направлен мне прямо в лоб. Я не могла смотреть ему в лицо, и я отвратительно пахла и ощущала себя безобразной. Но он специально отвел пистолет и выстрелил мимо. Он пожалел меня. Наверное, мне было не суждено умереть. Он быстро разрезал веревки и бросил меня на землю. И громко сказал, готово? С немецкой шлюхой покончено. Я неподвижно лежала на земле. Он ушел, и я снова упала в уборок. Какая жесть. Когда я очнулась, я не знала, что делать. Я была опустошена и ощущала боль в каждой клетке своего тела. Все были мертвы. Я была одна в целом мире. Я захотела услышать их голоса в последний раз на папином диктофоне в проявочной комнате. Конечно, если солдаты его не уничтожили. Запись. Ладненько. Давайте, наверное, на этом пока что закончим. Ребята, это очень длинный выпуск получился. Даже если сейчас прям будет концовка, мы ее оставим на следующий раз. Мне нужно перевести немного дух. Бедная, блин, Марта. Отец. Кстати, тела нет. Где тело отца? Может быть, нам вообще это все привиделось? У нее явно с психикой большие проблемы. Ну ладно, посмотрим. Сейчас порыскаем по дому, что тут осталось. В проявочную еще надо будет сходить. Надо будет еще партизанам там дать инфу и так далее. Ну, в общем, посмотрим, чем это все обернется. Скорее всего, мне кажется, что следующий выпуск будет уже последний. Ну, максимум два. Я просто не знаю, куда еще накалять. И что еще можно натворить в этом мире от лица Джулии. Но жаль, конечно, что оказывается, это она и убила Марту. Наверное, она узнала о ее измене во время того, как они купались. Неизвестно. То есть, мать, в принципе, пострадала зря. Но, опять же, факт, что мы видим правду действительно на фотках. И это не подставляет сознание Джулии. Ну, не подставляет как правду, да? То есть, посмотрим. Посмотрим, что дальше будет. Подписывайтесь, ставьте лайки, ребят. Если вам это все нравится. Ну, либо просто интересно данное прохождение. Жду ваших комментариев, что вы думаете на этот счет. И увидимся в следующем выпуске. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok